Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Space Station Tycoon. Мы с вами остановились на том, что сделали огромный отельный комплекс, который привел на нашу станцию огромнейшее количество народу, который у нас теперь постоянно здесь тусуется, даже при отсутствии кораблей. Что, естественно, замечательно. Что мы сегодня будем с вами экспериментировать? Естественно, мы доиграемся еще до конца с нашими акциями. Кстати. Давайте еще подождем. Поиграемся с акциями и, конечно же, будем проводить эксперименты с сотрудниками, потому что, по идее, мы их можем тренировать и тем самым улучшать, по идее, их работу. Но, есть нюанс, к нему мы сейчас, собственно, придвинемся. Так, повысилась цена. 525, все, сейчас на спад полетит. Стоять! Никакого спада, отмена. Так, 520 мы по 440 продадим, при этом закупали по 83. Меня все устраивает. 267 нам в кармашек. Чик-чинь! Замечательно. Так, здесь мы возвращаемся к Мегапоп ЛТД. Насколько я помню, он у нас до 600 доходил. Ну, в лучшие времена, естественно, имеется в виду. Так, 600 единиц у нас есть. Закупаем. Мы все равно будем в огромном плюсе, поэтому даже не ощутим. Хорошо. По сотрудникам. Открываем, естественно, сейчас вкладочку. По сотрудничкам. Единственный нюанс, в чем данные вкладочки. Что, скорее всего, будет все лагать. Керам собач. Да, 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 да. Здесь большие проблемы со списками. Очень большие. Короче, что мы видим из данной таблицы на данный момент? Что за их все бенефиты мы платим 19 тысяч в месяц? Я правильно понимаю? 150 в месяц с одного сотрудника. Ну да, там где-то 100... Ну, где-то 19к и должно быть. Всего у нас 95 сотрудников, обученных полностью ноль. При этом они не обучены, но они имеют среднюю эффективность 100%. Вот как с этим жить? Как с этой мыслью теперь жить? Хорошо. По счастью, у нас действительно не очень хорошая ситуация. Давайте Personal Starship 47 тысяч. Окей. И посмотрим, повлияет ли это действительно на их счастье. Во-первых. Это нас первое, что интересует. Второй эксперимент мы выделим, допустим, некого Скотта Смита. И, исходя из средних сумм, которые мы зарабатываем за месяц на барчике, мы попробуем загрейдить его. Мы можем его, как видите, обучить. Пиратская атака. 64 тысяч. Залетайте, товарищ. Залетайте. Я хоть защиту не обновлял, но вам в целом всегда рады. Ну как, не то чтобы сильно. Там, правда, зарядки у нас торчат, но хер с ними. Отлично. Бонус прилетел внезапно. Вот в чем глупость. Они залетают сквозь... Эти самые... Сами наши постройки. Даже через наши крылья. А это на такое. Даже что-то покоцать успели, слушайте. Они что, не уничтожили, нет? Ну, уничтожат они уничтожили. Но явно очень хотели. Очень. Сочувствую. Так, проверяем. Изменился ли у нас показатель? Да, до 73% поднялась, собственно, радость наших товарищей. Но, опять же, она навернется. Она навернется, она никуда не денется. Ну, точнее, даже если не навернется, она будет стабильно той же, которой и является. А нам это тоже не годится. Касательно того, сколько мы им будем платить, я боюсь представить, на самом деле. У нас же месяц еще не прошел, да? Сейчас надо не забыть рекламу обновить. Месяц еще не прошел. Это мы за починку отдали. Обкип, маркетинг, вейдж. Так, ну, пока что выглядит, как будто мы уже в минусе. Сколько там было? 68 тысяч заплачено? Что? Мне не показалось. Так, запускаем маркетинговую кампанию, естественно. А, давай, все, 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 полностью все. По-моему, мне не показалось, но это меня только настораживает. 129. 106. Сейчас еще один месяц проверим. По идее, у нас затраты должны были улететь просто до небес. Но при этом мы получили несчастные сколько? 8, 7-8 процентов их счастья. Вот, выплата 60к! 60, Карл! Помогите! Да, мы работаем сейчас в минус 30 тысяч почти. А что почти? Больше, чем минус 30 тысяч. Хорошо. Теперь чисто интереса ради. Если мы уберем вот это все и оставим только social security. Это автосейв, я думал, игра решила не пережить. При этом, заметьте, сумма-то не изменилась. Сумма не изменилась совсем. У нас еще и всякие по политике. Дрон спидбат декрис халпоинтс. Привлекает больше органических кораблей. Больше трейдеров можем зазывать. Неплохо. Неплохо. Даже выходные для работников можно делать. Но это все херня уже. Для нас это уже никакого значения не имеет. Проверяем, изменилась цифра. Во, 4 ты. Вот это я понимаю. А упал их счастье всего лишь на 10%. А от значения при наличии страховки у них было 66. А за счет снижения страховки стало 63. Но при этом мы не платим дополнительные сколько? 10 тысяч. Ну, короче, очень странная херня. Я вообще не ощутил, чтобы это как-то влияло на наш заработок. То есть эффективность их работы все равно осталась прежней же, да? Эффективность сотка. То есть претензий быть не может. Вообще никакой. Так, сейчас мы проверим. В рост пошел Бло Скай и затормозился, да? Но, возможно, он будет расти еще. Хорошо. Это мы протестили. Теперь давайте возьмем четко на примере. Некий Скотт Смит. Сейчас мы ему платим 128 кредитов в месяц. Тренируем его один раз. 141. Тренируем два раза. 154. 3, 4, 5. Платим ему 192. Будет ли он работать лучше? Мы узнаем. У нас средний ценовой порожек. 12 тысяч мы в месяц получаем с бара. Поэтому от этого сейчас и будем отчислять. Ну, по прошлому месяцу еще проще будет смотреть. 12 600. Сейчас этот месяц закроется. И со следующего мы уже сможем отследить статистику. Ее величество. Боже, я думал 700. Я думал, что-то не туда посмотрел. Пока ждем. Там спад не намечается. Надеюсь на дичайший рост. Потому что мы себя на некоторое время загнали все-таки в минуса. Что, естественно, нехорошо. Автосейф, привет. Автосейф все суровее и суровее становится. Раньше он был почти незаметен. А сейчас прям срак. Итак, январь сейчас закончится. Заодно глянем. Что такое? Рейдер-этек. Рейдеры, мы только судрались с пиратами. Что вам надо? Кто вас сюда звал? Ну, рейдеры вроде просто послабее пиратов, если не ошибаюсь. А, не, у них есть плотные корабли. Есть обычные сборщики бабла. Вот сборщики бабла не сильные вообще. Еще остался кто-то? Ага, вон я вижу. Зачистили. Опять два здания покоцаны. Не критично. Ничего с ним уничтожено. Не. А еще плевать-то, да? Что хотите, то и делайте. Но они меня вынуждают ставить еще турели, а я не хотел бы на самом деле. Нам это дополнительные затраты, вот это возня с энергии. Мы стабилизировались, и слава богу. Так, мы видим 13 тысяч за тот месяц, но самый показательный будет именно февраль. По сути, количество людей не меняется. У нас маркетинговая компания работает стабильно, поэтому увидим, есть ли от них эффективность как таковая. Будет ли он лучше втюхивать? Так, его в стату внесло или нет? По статье, да, у нас есть полностью обученный один товарищ. Вся еще проблема в том, что их обучение стоит до хера. Вот в чем проблема. На уровне счастья это никак не сказалось. Все, февраль закончился. 11 800, 13 тысяч в прошлом. То есть, в принципе, мы находимся в том же диапазоне, в котором мы были. То есть, это никак абсолютно не повлияло на продуктивность его работы. Хотя у него счастье 94. У этих 50 68. А ну-ка, может мы точечно им счастье лучше? Ну, да, кстати, это поднимает счастье сотруднику, но опять же, это ни на чем не сказывается. Как таково. Это если мы всех сейчас приподнимем. Хотя у меня столько денег нет. Так, глускайчик еще чуть вверх пошел. Хорошо. Просто сейчас, если я решу все-таки вкинуться в них, то мы очень резки ощутим минус по баблу. И надо быть к этому готовым. Так, прошлый месяц. Разница 20 кусков. Найс? Найс. При этом, что мы ничего не продавали. Единолично. А у нас еще акция. У нас еще ремонты. 291, 295. Тропикс, привет. Что это за обрыв? Гэп, что ли? Ладно, пусть будет. Ждем, 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 ждем. Сейчас денежка еще чуть поднакапает. Этот мы опять проверим сейчас в марте. Ну, в марте он тоже там 12 с чем-то. Ну, то есть, технически на работу не влияет. Я уверен, что это, скорее всего, повлияет на генераторах. Но я не совсем понимаю, как это влияет, потому что здесь у нас более довольные ребята. Сейчас, апгрейды. 3 из 4. 3 из 4. То есть, фактически, разница между этими двумя генераторами нет вообще. Просто здесь ленивый и чувствительный. Здесь пессимист, ну и жесткий тип. И как бы, вроде бы, должно быть все хорошо и у тех, и у тех. Но мы сейчас проверим. Назойливый и жестко. Допустим, мы затреним газа. О, вот здесь это имеет прямое влияние. Вот это, вот это я понимаю. Вот здесь действительно есть смысл грейдить сотрудников. Давайте проверим. А, здесь у нас нет сотрудников. На счетах у нас нет сотрудников. Где-де-де-де-де-де-де-де-де. Сейчас, сейчас, сейчас. Научных ребят, если мы загрейдим. Как было 41, так и осталось. Здесь это бесполезно. Хотя еще во втором проверен у всех пожарный. Давай автосейвик, давай родной. Мы начинаем платить гораздо больше, но результативность здесь отсутствует совсем. В док-станциях сомневаюсь, что это скажется на скорости заправки или еще чем. Но вполне может быть. Здесь тоже сомневаюсь, что есть какая-то взаимосвязь в отелях. Но в целом суть вы уловили, да? Что есть ряд зданий, в которых это все-таки может быть эффективным. Но я бы ни в коем случае не сказал, что в большинстве своим это эффективно. Мы, конечно, можем сейчас попробовать всю коммерцию задолбить. И проверить чисто по месячному окладу. Но, скорее всего, разница там будет невелика, если она будет вообще. Так, на бродкасте у нас никого нет. Вот этого догрейдим. Кто у нас там? Ага, в душиках уже хорошие люди. Выжимаем максималку. На обычном генераторе, кстати, скажется. Пази большую. Боже, сколько тысяч людей через нас проходит. Да, на обычном генераторе тоже это сказывается. То есть мы можем выжать еще несколько сотен энергии чисто на том, что натренируем наших, собственно, работяг. Как вариант. Да, блях, что такие дешевые предложения? Нет места. Нет места нет. Нету совсем. Как здесь дела? Опа, 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 опа. Стоять. Так. Мега, мега, мега. В принципе, мы уже можем продать, на самом деле. Почему у меня 90 тысяч осталось? Это я так загрейдил ребят? Серьезно? На 200к? Погодите, быть не может. На тренированных у нас 20. По 5? А, ну да, может. Вполне может быть. Вполне может быть. Ну ладно, не вопрос. Пока что не вопросик. Общая радость, как видите, у них поднялась. То есть мы загрейдили буквально одну, четвертую, пятую среди всех сотрудников. И получили плюс в виде 4% по радости. Это, мне кажется, неплохой показатель. Но я не уверен, что радость в целом может как-то повлиять на нашу работенку, скажем так. У меня почему-то есть ряд сомнений. Довольно плотный ряд такой. Довольно плотненький. Кто опять? Пираты? 15 тысяч. Пираты, идите в жопу. Опять же, ничего личного. Вроде бы мы должны еще вверх пойти, но мы вверх не идем. Блускай, наоборот, решил навернуться назад. Тропикс был 500. Когда я это упустил? Тропикс, падла. Падла скотина. Так, ладно, здесь продаем, а тут тоже профунькаем. Так, 246 нам за шиворот. 79 айрон трасс, давай. Сколько у нас 600 позиций? Давай. Будем хабатиться везде, где только можно. Потому что сейчас бабки у нас будут улетать неимоверно быстро. В чем же еще соль эксперимента? Я могу сейчас попробовать загрейдить абсолютно всех сотрудничков, чтобы, так сказать, максимально наглядно было видно. Что с чем связано и связано ли вообще. Мне кажется, это будет забавно, но я, скорее всего, умру от лагов. Но что-то мне подскажет, что я просто обязан проверить. Причем, мне кажется, мне проще грейдить по зданиям, а не по списку. Потому что список собака превращает все в один FPS. Хотя сейчас проверю, подождите. Ну, допустим. Он не лагает, когда его не крутишь. Да, можно загрейдить, слушайте. Можно. Но сколько сейчас бабла улетит? Это ж, это ужас. Это будет страшненько, однозначно. Так, последний раз проверю. Стоять. Стоять, говорю. Так, ЛТДшки, понятно. 270. Обратный рост пошел. Да что он скачет туда-сюда-то, тропикс этот. Этот должен подняться после моего рекламы. А у нас, как бы, немалых размеров станция, я напомню. Так, запустим банк пока что. Хорошо, давайте я попробую их сейчас прогрейдить все. Так, собственно, все наши сотруднички загрейджены в максималку. Полностью. Что, естественно, очень дорого обошлось. Я не знаю, сколько миллионов я потратил, на самом деле. Потому что я продавал акции раз пять, наверное. Может шесть. Ну, то есть там нормально так бабла была вложена. Короче, суть в чем. Теперь у нас все полностью натренированы. Эффективность их не изменилась. Радость, естественно, подскочила до 96%. Общая стоимость... Да, забирай деньги и выйди. Так, общая стоимость у нас ежемесячная выкатилась теперь в 25 тысяч. То есть там плюс-минус около 4 тысяч. Может 5. Не больше. Что касательно сказалось ли это на доходе или нет. Скорее всего нет. Скорее всего нет. И я объясню почему. Здесь у нас даже минус больше, да? А, ну у нас здесь брайп, окей. Сейчас по следующему месяцу глянем. По идее разница будет невелика. Скорее всего вообще незаметно. Потому что я уравнял еще одним баром. У нас здесь просто астероид внезапно врезался в клинику. Ну, хрен с ней. Клиника ничего не приносила. Вот, я поставил второй бар. Привел его в порядок. И, соответственно, если высчитать, то бар приносит нам дополнительный тысяч шесть. То есть он по сути почти перекрывает всю потребность наших сотрудничков. Из-за того, что выросла стоимость сотрудников. То есть, по сути, мы должны видеть чистую цифру, которая либо изменилась, либо нет. По моим предположениям, нет. Возможно, даже она ухудшилась. Возможно, даже ухудшилась. Так, что мы видим? 15-24 тысячи. Ну, она точно не ухудшилась. У нас где-то и было в районе 20-26 тысяч. Чистого профита в месяц. Но, опять же, я хрен его знает. Это такое себе удовольствие. То есть мы вложили около миллиона. Может, даже больше. А все ради того, что по факту ни хера не получить. Как-то уж грустно. На самом деле. Как-то уж грустно. Возможно. Возможно. Этот параметр еще просто не до конца настроен. Самими разработчиками. Потому что иначе я объяснить это не могу. Возможно. По идее, это должно было работать на уровне эффективности. То есть, условно. Они должны были быть изначально не на 100% эффективны. Это уже потом. Со временем их выкачиваем. И они становятся эффективней. Но пока на это не похоже. На это совсем... Да, блях. Опять реклама закончилась. Это совсем на это не похоже. В данном этапе. Единственная точная эффективность рабочая. Это на энергоблоках. На генераторах они действительно работают. Они начинают выдавать гораздо больше энергии. Ну как, не гораздо больше. Условный плюс 30% энергии от каждого генератора. Это на самом деле неплохо. Это неплохо, но это и не предел. Это не вау. Поэтому в любом случае есть смысл. Но далеко не всех улучшать. Как лично мне показалось. В целом, что касательно самой станции. Мне кажется, мы пришли к определенному ужасу. В том плане, что мы развили все и вся, что только можно было. Зарабатываем на всем и вся. Естественно, можно еще улучшить защиту. Поставить дополнительные турели. Вот в этой его области нам еще что-то развить, натыкать. Может даже дополнительный бар или еще какую-то дить. Чтобы вообще бабки прям рекой текли там. Зашиворот. Но, я думаю, нам и так по баблу хватает. С учетом еще и акций. С акциями тоже нюанс. Мы точно знаем, что самая высокая цена акций, которая была в районе 750. Самая низкая цена это 75. То есть, и зная эти параметры рынка, работать с акциями очень-очень просто. То есть, больше быть не может, меньше быть не может. То есть, мы просто дожидаемся самых низких позиций и продаем на средних, на высоких позициях. И все. И вообще не дуем никуда и никак. Вот, например, тот же Blue Sky. Blue Sky мы закупали по 80, а сейчас продадим по 200. То есть, почти x3 получаем на ровном месяце. При этом мы ничего не сделали. Мы просто закинули бабки и забрали бабки. Все. Вся, собственно, магия. Но, опять же. Тут мы можем так зарабатывать только из-за того, что мы отдали целое крыло под стоки. А это, как бы, такое, как бы, вложение не очень. Ну, в том плане, что это дороговастенько. Тем более, что у каждого нет апгрейдов. И все они требуют откип по 400. То есть, нужно прям торговать постоянно акциями, чтобы эта штука хоть как-то окупалась. Вот. А касательно зданий, мне кажется, что сейчас все работает очень просто. Я не уверен, почему так сработало. Но у меня есть предположение. Мы сейчас можем даже это проверить. Вот у нас ветка есть. Что будет, если я сюда поставлю еще три бара? Потому что есть ряд зданий, в которых... Постоянная нехватка людей, в общем. То есть, кажется, что людей не хватает. И те определенные коммерческие места не забиваются полностью. Так, тут без разницы. О, боже. О, боже, как оно лохает. Кажется, что некоторые места не забиваются. Хотя, по факту, ничего не мешает им забиться в упор и работать по-человечески. Апгрейды точно. Бляха, еще же заградить надо. Ох, как же ж оно. Ох. Туго. Туго. Очень туго. Так, вместили. Быстренько вас натренировали. Нахера непонятно просто, чтобы было. Так, и нас первое, что интересует, это, естественно, вместимость. Отлично. У нас... У нас два ресурса закончены. А последнего у нас даже нет. Ну, окей. Мы все равно сможем отследить. Мне кажется. Пошел я в жопу. Так, пока запускаем как есть. Сейчас увидим. Бабки здесь пойдут. Походу я нашел золотую жилу, но я еще до конца не уверен. Но очень на то похоже. Должен признаться, очень на то похоже. Так, давай сюда. Кокулек еще нет, к сожалению, но... Мы как-то это разрулим. Нет, не разрулим. Я обманул. Да хватит меня ловелапать, боже. Там постоянно все больше и больше народу надо. А мы их постоянно откуда-то берем. Как это работает? Четвертый, четвертый еще сюда. Все, дальше уже не смысла. Так, мы имеем 96 человек сейчас на станции. У нас маркетинг работает? Работает, работает. Да, работает. Так, сейчас дождемся больших астероидов. До свидания. До свидания. Ну, почти предельная вместимость, когда в районе как раз 80-90 человек. Почти выходит предельная вместимость. При этом, что это 5 баров. Их 5. Я напомню просто. Их собака 5. И, естественно, они приносят гораздо больше денег, чем любые другие заведения. Ну, то есть, мне кажется, что именно вот это своего рода фича, который, конечно, желательно пофиксить. Потому что нам нафиг тогда не надо ставить все остальные эти здания, потому что они не приносят столько бабок, сколько приносят барчик. Причем, что на барчик есть спрос постоянный. В огромном количестве. То есть, 50 человек, условно говоря, да? Хочет бухать прям ежедневно. Других вариантов нет. А, блузками уже продали. Соответственно, это самый простой способ получения средств. Потому что задействование средств здесь у нас сколько? 800 выходит. Мы получаем 10 тысяч в месяц. И вот сейчас, если мы посмотрим финансовую стату, то мы, вероятнее всего, охереем, да? Очистя. Да, мы охереем. Вот, собственно, самый простой вариант. Настроить еще кучу баров. Но это работает в комбинации с отелями, естественно. Но сам факт, пожалуйста. 46 тысяч. 46 тысяч профитность. В прошлом 47. Без баров было 26. Вот как-то так это сейчас работает. То есть просто понатыкали баров, дали людям побухать и пусть кайфуют. Может быть. Может быть еще и душевые нужны. Но душевая у нас даже это не забивается до конца. Как бы они ни старались. Да, приносят нормальные бабки, но не забиваются до конца. Все остальное приносит не то чтобы много денег. Наравне с этим. Возможно, оно работает сообща. То есть из-за того, что есть разные типы коммерции, люди, собственно, пользуются всем и вся. А возможно и нет. Возможно, можно просто напихать кучу баров и кайфовать от тонны бабла в кармашке. Как вариант. В любом случае, ребятки, мне кажется, мы эту игрушку посмотрели вдоль и поперек. Надеюсь, что вам данное прохождение понравилось. Поэтому спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И, конечно, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующих игрушках. Пока-пока.